Доброго времени суток! Поздравляем с торговым праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Болите Бога о нас! Сегодня у нас внеочередное видео. Значит, предыстория такова. В общем, мы посмотрели фильм «Ловцы Человеков», автор которого киберпоп по имени... Брата Ирея Андрея Федосова. Очень добрый батюшка! Значит, там смысл такой, что батюшка служил верой и правдой Русской Православной Церкви, создал очень интересный интернет-ресурс, и какой-то церковный чинушка захотел у него этот интернет-ресурс отжать, то есть, чтобы батюшка писал на этом ресурсе не то, что он хочет, а то, что этот церковный чинушка считает нужным для политических интересов своих и своей организации. Ну, батюшка не захотел отдавать свой ресурс. В результате дело кончилось тем, что с ним поступили подло и беззаконно. И, в общем, батюшка в результате стал Мирямином и записал этот фильм. Мы его посмотрели, и сейчас такая же самая ситуация у нас. У меня лично. Ну, у нас двоих, потому что твои проблемы, это и мои проблемы, так как мы одна семья. В общем, рассказывай, Ленка, как тебя подруга продала за просфору. У меня есть подруга. Была подруга. Но все-таки, я надеюсь, что это временные трудности. Ну, много лет мы с ней дружили. Практически с самого моего приезда в Москву, она меня подобрала. Самый трудный момент, когда я в ней больше всего нуждалась. Так мы подружились. Какие-то... Было тоже в таком моменте, когда меня... Один батюшка, на которого я тоже раньше очень надеялась, меня вдруг в самый неожиданный момент не только не причастил, но и не исповедовал. Сейчас по настоятелям в другом храме. Мы много лет с этой подругой дружили, она с моего полной идиллия. Она меня навещала, даже помогала мне материально. Это нас мне, так это все на свадьбе, даже подарила свою тысячу рублей. Для меня это серьезная сумма. А еще она мне насчет роделивой сунды своими знаниями, богословскими и психологическими, очень помогала мне здорово. Очень часто в тяжелых случаях бывала со мной рядом. Приносила мне семя жертву, дарила мне много своего времени, своих ресурсов. за меня молилась. И я надеялась, что мы сможем дружить до конца. Что может быть? Но так получилось, когда возникли недоразумения. Сначала с одним из очень таких священников, на которого я тоже очень сильно надеялась. И которого я считала почти золотым человеком, несмотря на то, что она чуть болот. Но потом зачем отверг меня он. Потом, через некоторое время, посмотрев, как она сама выражается. Самые противоречивые, самые скандальные ролики. Во-первых, богословская проблема аборта, а во-вторых, аборт и социальные причины с хэштегом. В общем, ситуация сложилась такая. Значит, ходим мы в один храм. Эта подруга Ленкина тоже вместе с нами ходит. Заходила эта подруга и к нам в гости периодически. Дружили. И случается... Все было хорошо. Да. И случается такая замечательная, типичная в православной субкультуре ситуация. Мы записали видеоролик. Записали видеоролик. Очень аккуратно. На интересную социальную тему. Один ролик. Богословские проблемы. Утверждение. Аборт – это убийство. Это по богословию. Ну что делать? Народ требует. Да. Второй ролик. Второй ролик. Это на социальную тему. Следует ли сейчас запрещать аборты? Ни к чему не призывали. Просто проанализировали ситуацию. Пытались разобраться. Просто проанализировали ситуацию. Очень аккуратно. Без грубых фраз. Без оскорбления кого-либо. Просто подняли богословские и социальные вопросы. Высказали по ним своё мнение. Предложили зрителям тоже высказать своё мнение. Комментарии были открыты. И потом произошла замечательная ситуация. Типичная, опять же, для православных приходов. Что батюшка вдруг объявил нас. Нас еретиками. Объявил нас еретиками. Настоящими. В нарушении, естественно, всякого церковного права. Вероятно, думал, что мы какие-то вообще трусливые овцы. Он, на самом деле, сам трусливый, сужака. Потому что у него Ютуб есть. У нас Ютуб есть. Свой коммент написать он не написал. А вдруг его начальство прочитает этот коммент и не оценит. И сказал, что нас причать не будет. Мы такие-сякие плохие. Что мы еретики и что с нами, Аки, с еретиками нельзя молиться. Мы на всякий случай у батюшки попросили прощения. Благо нам подвернулось на эту тему. Прощенное воскресенье. Это точно. А заодно объяснили батюшке то, в чём он не прав. Не его иерийское дело обвинять Мириан в ереси. И не его иерийское дело Мириан не допускать до Евхаристии, пока не состоялся, как минимум, епархиальный суд над этими мирянинами. Мы, тем более ереси, мы немножко в богословии разбираемся. Знаем, что ерес никакой не высказывали. Что высказались по общественно-политическим вопросам. И по богословским вопросам частное мнение высказали. Бог ему судья и правящий архиерей. Мы, он-то, он прокомментировать-то испугался, а у нас-то есть информационный ресурс. Мы не испугаемся свою правоту защищать. Потому что у нас мы имеем полное право иметь какие-то свои общественно-политические мнения. В том числе даже на тему аборта, на тему, когда зарождается человеческая жизнь, на тему, стоит ли в нашей стране в данный момент, при данной экономической ситуации, аборты запрещать. Мы имеем полное право такое мнение высказывать. Если у патриарха мнение на этот вопрос другое, он тоже имеет право на это высказывать. Но это не является ересью и не повод обвинять Миренина в ерсе. Но теперь самое интересное. Как в данной ситуации поступила подруга Лены? Вероятно, желая выслужиться перед батюшкой. Да, вот еще она, вот ее личные слова. Когда я посмотрела эти твои видео, мне хотелось прямо в храме свернуть тебе шею, чтобы ты в храме умерла. И тогда я ей на эти слова ответила. Дорогая, ты можешь сделать это сегодня и сейчас. Я стою перед тобой, я не буду сопротивляться. Пожалуйста. И потянула к ней свою голову. А она говорит, мне противно касаться твоего тела и пачкать об тебя свои руки. Потому что ты настолько такая змея. Я говорю, дорогая, пожалуйста, будь добра, убей меня, чтобы я не смогла больше нагрешить. И она говорит, уже бесполезно, уже поздно убивать, потому что ты нагрешила столько, сколько, уже можешь грешить дальше, сколько хочешь. Это никто не заметит. И Бог тоже это не заметит. Поэтому зачем мне касаться веса? Я тогда попросила, пожалуйста, будь добра, сделай одним падшим ангелом меньше. Тогда она перевела стрелки на моего мужа и говорит, проси своего мужа, чтобы он, если у него не поднимается рука самого убить тебя, пусть хотя бы сделает более малое одолжение, удалить хотя бы эти два видеоролика. Хотя бы потому что, чтобы самому не грешить, тебя убивать уже слишком поздно, ты проскочила эту точку невозврата. Поздно. Поздняк метаться. А муж сказал так, что я свою жену люблю, и она мне дороже всех трусливых, подлых подружаек. И даже более дороже, чем какой-то батюрок, который сегодня в нашем храме служит, а завтра его подсидят, и он полетит в другой храм или за штат. Даже мне моя любимая жена дороже патриарха, который сегодня патриарх, а завтра патриарх, он сегодня этот, и завтра другой. Про подругу давай. А подруга, она, мы давно дружились, и она была одна из моих самых близких подруг. Да, вообще, конечно, поражает цинизм церковных людей, готовые вдрызг разругаться с друзьями из-за какой-то фигни. Вот у нас полно есть знакомых и приятелей совершенно разных политических убеждений, соответственно, разных религиозных убеждений. Даже так. Кто-то вот верит в то, что американцы на унии не были, кто-то верит, что земля плоская, кто-то верит, что монархия это хорошо, кто-то верит, что коммунизм это хорошо. Ну как бы, ну и что в этом такого? И насрать на всё, всё равно дружим. Ну не согласны с нами? Ну поставьте нам дизлайк. Да, пожалуйста. Ну не нравится наш канал, ну отпишитесь от него. Ну зачем вообще тем, кто считает тебя другом, говорить такие гадости? Любимая, подумай над тем, что ты будешь делать, когда этого батюшку переведут в другой храм. А патриарх и епископы скажут, что аборт это полный отстой. Но это не полноценное убийство. Им не привыкать. Несколько лет назад вещали про телегонию. И вот науку, сломудрия и девственность. И в один день вдруг неожиданно дружно сменили мнение. Все разом и сразу. Ну а что удивительного-то? Священники, они же служители. Когда мы видео записывали на тему церковь и пива и говорили о церкви за пиво, мы сравнили церковь с магазином, в которой мы ходим за церковными таинствами и за соборной молитвой, как в магазин за пивом. И относительно церковных служителей, мы, конечно, уважаем их. И любим. Потому что все и любим, да. И уважаем их тяжелый труд. Но прекрасно понимаем, что у них своя карьера, у них свое начальство. И особых амбиций по поводу их морально-нравственных качеств, но не испытываем. Вот, батюшки, уважаемые, дорогие, любимые. Ну как вы подло поступаете с такими же, как вы, священниками? Ну, не ждем мы, миряне, от вас, что с нами вы будете поступать менее подло. Потому что вы служители. Вы служите в церкви, которая есть, иерархическая структура. Там подсиживают и там выслуживаются. Мы к вам идем за церковными таинствами, как в магазин за пивом. И не надо потом обижаться, что если случится какая-нибудь социалистическая революция, и вас будут пачками увозить в лагеря и расстреливать, что не будем мы, миряне, вас защищать. Пусть вас защищают те, кому вы служите. На этом мы прощаемся с вами. Мы имя подруги не называем. Пусть каждый думает на себя. Потому что таких подруг наверняка у нас полным-полно. И кто-то наверняка ничего не сказал, а уже куда-нибудь строчит на нас донос. Элементарно. Вам-то даже дизлайк не поставить. Вот именно. Вам в жизнь дизлайк поставит. Когда... Ожидаете какой-нибудь ништяк от батька получить, а он вам сделает западло вместо ништяка. Годючек. В общем, подписывайтесь на наш канал Платочек. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И следите, чем эта история продолжится. А она, скорее всего, продолжится. К сожалению. Но не хотели честно в пост писать видео про аборты. А заставляет жизнь. Спасибо за внимание. Дай Бог вам здоровья. С вами были семья веды-любители. Колян Платков. И Лена Магадан. До встречи в следующих видео. Надеемся, что оно будет не такое печальное и грустное. Продолжение следует...